Всем привет! Ни для кого не секрет, что сейчас ситуация в мире с этим вирусом очень серьезная. Многие сейчас позакрывали спортивные площадки, даже парки, все позакрывали с этим вирусом. Но это не повод бросать занятия спортом, физкультурой и так далее. Как для любого спортсмена, для любого вида спорта, небольшой хотя бы простой, 3-4 дня он сразу сказывается на тренировочном процессе, на твоих же движениях. То есть для боксера в первую очередь это что теряется? Это теряется передвижение, какие-то элементы. Даже посмотреть небольшое интервью у Ломаченко, говорит, что у него был большой перерыв в связи с травмой. Первое, что забывалось, это движение. То движение, которое он раньше мог делать, он его просто уже не помнит. То есть не может повторить его в той или иной форме. Можно тренироваться дома, отрабатывать какие-либо упражнения, приемы, удары и так далее. В этом уроке, в следующих уроках хотим об этом поподробнее рассказать. На каждый сделать акцент про работу ног, про технику ударов, про защитные действия. И рассказать о некоторых упражнениях, о общей физической подготовке и так далее. Задача в таких индивидуальных тренировках это не вместить большой объем работы. Это ноги, это защитные действия, передвижение, физическая подготовка, специальная физическая подготовка. Не стараться вмещать это все в один урок. То есть на каждый день нужно ставить какие-то задачи. Например, в понедельник мы работаем над ногами, над передвижением, над техникой передвижения, вообще начиная с самых азов. Не нужно лениться этого делать. Как раз в карантине есть время заниматься самообразованием, проводить самоанализ. Не всегда, когда тренер над вами стоит, врушает что-то, наверни, доверни, доверни. Ты просто самых золотых таких моментов, ты их не слышишь, не видишь, потому что над тобой получается такая небольшая психологическая нагрузка. Когда ты уже сам дома, ты можешь больше углубиться в этот процесс и начать просто понимать, что тебя хотел, почему разворачивать, к чему это все, зачем шагать, зачем не подшагивать. То есть просто заняться самообразованием. Это даст, такого рода, скажем, большой скачок для тренера. То есть уже есть материал, с которым можно работать, когда тебе человек понимает, идет легче отдача от спортсмена. Когда ты действительно объясняешь, тебя слышат и делают. То есть не просто стоим на одном месте, а развиваемся. Для этого старайтесь разделять на дни. То есть в понедельник конкретно занимаемся работой ног, да, вторник мы занимаемся над защитными действиями, плюс работа ноги, ну и так далее. Так как снежный ком будет идти и в конце у вас будет какой-то результат конечный, эффективный. Будет понедельник, да, мы сейчас будем работать над ногами. Не у всех, допустим, дома есть возможность попрыгать на скакалке, поработать с мячом. Большинство ребят живут в квартирах, шумоизоляция и так далее, то есть обычные вещи. Есть отличные упражнения, то есть когда я тренировался, у нас был такой большой спуск к морю. И он составил из ступенек, то есть там мы прокачивали, да, икроножные мышцы, это выносливость, координация, быстрая работа ног. Про работу ног. Элементарные ступеньки, да, у всех, в квартирах у всех есть эти пролеты на ступеньках. Их можно отлично просто прогрузить ноги. Своим ученикам, своим детям, да, кто у меня тренируется, они постоянно у меня работают на этой лестнике. То есть развиваются скоростную работу ног, да, выносливость мышечную и так далее. Сейчас я эти упражнения покажу. Их, скажем, от 6 до 10 можно играть, там, для начала делайте 4, да, упражнения. Я сейчас их все покажу. Начнем с первого упражнения. Самое простое, это чтобы просто прокачать многое сердце, чтобы пульс поднялся, чтобы вам следующая нагрузка переносилась более легкой. Это обычное забегание на носочках. Забегаете. И также спокойно, вот, на темпе, на одно, спускаетесь. У нас один подход, длится он 2 минуты. Второе упражнение мы уже усложняем. Мы задача прыгать на двух ногах, на носках. То есть не, то есть многие прыгают, да, это первый раз. Да, на пятки нагрузка зовет. Вы на носках, как можно тише, да, вы должны уметь мягко признаться, да, как кошечку. На двух ножках. Также запрыгиваем, спускаемся по обычному. Это второй подход. Третий подход, это же, ну, повышаем работу ног на скорость. Сейчас работает забегание-сбегание на одну ступень. Здесь максимально быстро надо работать ногами. Это также будет длиться 2 минуты. Четвертое упражнение, это просто смена ног, также на скорость. Здесь не нужно, не обязательно выталкиваться. Задача просто, как можно быстрее менять ноги. Как и в следующем упражнении. Пятое упражнение, это вы забегаете правым боком. Этот подход делите на половину. То есть одну минуту вы забегаете правым, другую минуту забегаете левым. Так же аккуратно. И обычно спускаемся. А затем левым. Шестое упражнение. Это у нас запрыгивание на одной ноге. Так же. Тут аккуратно уже. Именно 30 секунд. То есть половину удара. Правая нога повинурировая. То есть не чередуем. И седьмое упражнение. Самое обычное. Это можно делать там и дома. Это просто прокачать клигры. Амплитуду побольше растягиваете ногу. Так надо. В половину так работать. От этих упражнений смысла нет. Максимально расстанули. Максимальное сокращение. Так же 3 минуты. Я думаю, в 30 секунде вы уже эту нагрузку прочувствуете. После проделанной работы на лестнице. Когда ваше тело уже готово к дальнейшей работе. Мы уже занимаемся. Уделяем время именно техническим действиям. Школа бокса. Начинается она с самых азов. То есть не нужно никогда терять эти моменты. Никогда не надо их забывать. Это обычное фронтальное положение. И просто массу тела попереносить с ноги на ногу. Выполняйте это во фронтальной и в боевой стойке. Не должно быть прямых ног. И не должна работать у вас спина вперед. То есть ваше тело как бы находится статически в одном положении. Его переносит в ноги. С правой на левую ногу. С передней на заднюю. Иногда замирайте. Почувствуйте свое вес тела. На правой, на левой ножке. Раз, перешли на фронтальную. То есть это азэ. Это для новичков. Но об этом тоже не нужно забывать. После переноса вес тела. Переходим уже без отрыва ног. Это уже работа идет на месте. С ножки на ножку. Стопа стоит жестко у нас. Пятка также приклеена. Но масса тела у меня на носках находится. Спина слегка наклонена вперед. То есть чтобы это не было вот так. Чтобы таз был перед вами. Вес тела в носочках. Пятки приклеены. И попереносили вес тела в боевой стойке. Сейчас во фронтальную. Перешагнул во фронтальную постоял. Когда двигаетесь в боевой стойке, опять же старайтесь спину не задействовать. Чтобы у вас не было завала вперед-назад. А за счет ног вы выдергиваете вперед-назад, вперед-назад. Это подводящее упражнение. Перенос массы с отрыва в ног. И с полной постановкой приклеены к полу ножки. Следующий идет это вышагивание. То есть эта работа у вас должна занимать в принципе 5 минут. Как разминка такая. Вышагивание в стороны. Правая, затем левая ножка. Старайтесь обратить внимание на одно. Когда вы вышагиваете, вы не должны ногу выставлять вот так. Вы должны ее загрузить. И разгрузить в исходном положении. Загрузил. Разгрузил ее. Раз, два. Раз, два. Так же это выполняется в боевой стойке. Вперед и назад. Вот это действие, вышагивающее вперед-назад. Если добавить к этому действию просто удар. Допустим джеб. И оттяжка. То по факту вы сейчас делаете атаку и защитное действие. Атака и защитное действие. Так же при любом вышагивании, при любом шаге, нога должна загружаться. То есть чуть загрузил и выгрузил. Загружаем для чего? Чтобы у вас в ударе преобладала уже масса. Не просто легкая, легкий выброс. Такое именно уже, чтобы в вашем ударе был акцент. Какой-никакой. Закончив эту работу, начинаем уже следующее. В боксе мы поработали на месте. Повышагивали. И теперь идет работа шаговая. То есть тут нужно действительно учиться, не путаться. Чаще всего новички хотят это торопиться, пытаются двигаться быстро, как ребята там в зале. Но кто-то посмотрит, он двигается быстро и все хотят за ним повторить. У многих не получается это не из-за того, что он слабее. Из-за того, что он просто не скоординирован так. Как бы там, допустим, кто рядом с вами занимается. Вот тут он просто скоординирован лучше. Сдача вот этих отработок как можно лучше скоординировать свое тело. Ноги, руки, корпус. Все должно быть комбинировано. И потом уже добавляйте скорость. Опять же, начинаем с элементарных шагов. Вперед, назад, влево, вправо. Не нужно делать амплитудные шаги по метру. Небольшой шаг. Шаг вперед. С подшагом правой ноги обязательно. Шаг назад. Шаг влево. Шаг вправо. При этом действие. Задача основная. Это не потерять свой вес при переносе. Чтобы вы не заваливались при каждом смещении. Чтобы вас не ломало, не носило по сторонам. Вы должны вес тела держать на двух ножках. Чуть-чуть, может быть, назад. Вперед, назад, влево, вправо. Ни в одном смещении не потерял свой вес тела. Я что здесь могу продолжать работу. Что при этом смещении, что при этом я всегда в боевой готовности. Как только раз нога скрестилась, ты вес тела неправильно перенес. В этом моменте тебя можно уже, скажем так, наказать за твою ошибку. Поработали сейчас шаговая работа. Элементарно. То есть по два вперед, два назад, два влево, два вправо. Это и есть, в принципе, тот фундамент, с которым можно работать в дальнейшем. И четвертое, так скажем, действие. Это челнок. Считаю, это одним из самых тяжелых элементов таких именно в обучении. Научить правильно двигаться на челноке. То есть большинство не понимает, как это проходит. Но проделав эту работу перед челноком, он гораздо быстрее усваивается. Есть, опять же, подводящие упражнения. Это вы также стоите в боевой стойке. И попружинить. Просто пятками как бы в пол побить. На месте, по следу. Потом к этому мы добавляем такую пружину. Вот я сейчас на левой жесткой стою, правой на носке у меня. Оп, правую загрузил. Оп, левую. При этом движении мы не должны отвернуться вот так в сторону. Дома смотрим, да, на зеркальце. То есть как только вы начали отворачиваться, правое плечо назад убирать, и вы смотрите вот так, это неправильное положение. Смотреть нужно через руки, через вот такой коридор, который вы сами себе создаете. Налевую, направую. Раз, два. Прям почувствовали пяточку. Левой и правой ноги. Потом к этому действию добавляем уже следующее. Это обоюдная работа двух ног. Вперед, назад. То есть не старайтесь прыгать через верх. Большинство так и прыгает. Либо тело на месте, а ноги двигаются вперед-назад. Ваши ноги, ваше тело, все едино. Синхронно двигайтесь. Чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Не нужно прыгать амплитудно. Короткое движение двух ног. Самое главное, обоюдно двух ног. Раз, два. Раз, два. Не нужно сильно их отрывать. Но при правильном передвижении вы не должны устать. При шагах, при щелноке. Если вы делаете это действие правильно, вы не будете уставать. То есть, как правило, устают только в тех случаях, когда идет неправильная траектория, неправильная техника. Тогда в наше время затрачивают много сил, резерва, чтобы было похоже, как надо. Но правильное движение, оно в принципе легкое. Сам удар. То есть, если ты умеешь технически правильно носить, он легкий. Но к этому идет большая работа, чтобы он стал легким. Поэтому, работая на ногах, старайтесь соблюдать главное комфорт. Чтобы вам было комфортно. Чтобы вы могли с этого положения ударить, защититься, провести атаку, защититься и так далее. Ключевой, по мне, это комфорт, прежде всего, на ногах. Потому что от ног идет и защитное действие, атакующее. Проделав эту работу, например, работа на лестнице. Подвигался перед зеркалом вперед-назад, влево-вправо. Работа, скажем, шаговая, работа на месте и работа в челноке. То есть, три таких работы. И заключительная часть, это уже попередвигаться немного. То есть, взять себе такую как цель, представить ее, вообразить. И по отношению к этой цели двигаться. Она на вас, вы от нее, она чуть вправо. В раз, вы влево сместились, она влево, оп, вы вправо. И старайтесь двигаться, уже отрабатывать, скажем, такой боестенью, да, без ударов. На передвижение, поработать. Беззащитных пока что действовать. Вот вы, допустим, понедельник, да, день ног, боксерский такой, скажем, посвятите именно технике. Сначала прогрузить хорошо ноги, да, чтобы ваши ноги были готовы к работе. А потом уже на технику работать, работать, работать. Очень много информации сейчас в интернете есть. Мы снимаем, да, какую-то информацию. То есть, взять, брать все время для себя что-то полезное. Действительно, самообразование очень помогает, скажем, новичкам, кто действительно хочет научиться, он всегда научится. То есть, старайтесь понимать, да, как это все устроено. Копировать, да, то, что вам показывают, стараться именно копировать. Не слишком, не углубляться так. Они просто постараются скопировать движение. Тот же размер шага, то же положение рук. И как заключительная часть вы должны попередвигаться. Не надо себе брать, там, 20 метров, да. Хватает, вон, одного круга, так скажем, вот здесь. Здесь можно все эти элементы движения, это работа, да, это работа на челнайке. Там поджали чуть, отошли, развернулись. Кругу смещения, да, это работа на приставном шаге на челнайке. Пошагать, это когда уже более идет работа в среднем. Ближний бою шаговую работу вперед, назад, два влево, оп, вправо. Оп, разворот отработал опять. Сократил дистанцию, разорвал, развернулся, развернулся в другую сторону. И работа на месте с вышагиваниями. Повышагивал, раз, дернул вперед, защитился где-то, раз, сместился влево, раз, сместился вправо. Отработать эти действия, закрепить. Тогда будет толк, действительно, от этой тренировки проделанной. Первое, что у боксера уходит после долгого перерыва, это движение ног. То есть сразу начинаешь забывать. Скажу, не то, чтобы забывать, делать где-то не в своевременное, где-то с более, с нагрузкой другой начинаешь эту работу выполнять. Ногами нужно заниматься всегда, по чуть-чуть, не обязательно прям нагружать их каждый день. То есть просто немножечко уделять времени, просто когда-то карантин все-таки этот закончится, чтобы вы в зал пришли, это больше, как бы, я, наверное, обращаюсь с тем ребятам, которые только пришли на тренировку, только начали свой процесс обучения. То есть ребята, которые уже долго определенный срок занимаются, мне кажется, ну, они эту работу и так будут проделывать. И в конце концов, когда-то он закончится, и когда при следующем походе в зал, да, у вас уже не будет таких проблем, да, вы не будете как раз, что делать, что происходит. У вас уже будет какой-то, скажем, такая домашняя заготовочка, да, самообразование. То есть очень полезно. Старайтесь тренироваться. Допустим, сегодня тренировка была у нас как понедельник, да. Следующая у нас будет вторник, это работа, допустим, на защитными действиями, защитные действия корпусом, защитные действия ногой, да, это отшагивания, подседы, нырочки и защита руками, подставка и так далее.